Мужчина 33 года. Переболел ковидом в тяжелой форме. Уже 48 дней его кровь насыщает кислородом специальный аппарат. Такой есть только в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте и в Одинцовской областной больнице. У пациента тотальное поражение легких и сам дышать его легкими он не может. И поэтому мы сейчас извне обогащаем кровь и кислородом, чтобы возле делал аппарат ЭКМО. И соответственно пациент благодаря этому аппарату живет и сейчас будем надеяться, что у нас благополучно выздоровеет и сможем его выписать. Не только для тех, кто перенес ковид, но и для тех, у кого сердечно-легочная патология. Универсальный аппарат ЭКМО за год помог медикам спасти жизнь 19 пациентам. Он был приобретен год назад в рамках спонсорской помощи по поручению главы округа. Но не только им оснастили реанимацию Одинцовской областной больницы. В помощь врачам сразу два новейших аппарата для гемодиализа. Пациенты нуждаются в гемодиализе. После перенесения на COVID-19 это пациенты с поражениями почек, глубокой интоксикацией. Примерно 50-60 процедур мы делаем год минимум на этих аппаратах вот именно здесь, в нашей реанимации. Аппарат для ингаляции оксидом азота тоже в распоряжении Одинцовских реаниматологов. Он необходим для лечения больных с тяжелой легочной гипертензией. Мы прекрасно знаем, что одним из, к сожалению, фатальных осложнений у больных, находящихся, перенесших тяжелое COVID-19, у которых так называемое КТ-4, это развитие фиброзы легких и легочной гипертензии, когда они, в принципе, правые отделы сердца уже не могут качать кровь вследствие того, что сопротивление для них достаточно высокое. В частности, данный аппарат мы активно используем. В операционной установлен современный аппарат для рециркуляции крови. Он необходим пациентам с большой кровопотери. За год медики провели уже 15 процедур. Сейчас наша реанимационная служба является одной из лучших Московской области, можно сказать, с уверенностью благодаря команде, которая пришла работать в нашу больницу. И, конечно, благодаря тому, что есть на чем работать, есть аппаратура, которая может соответствовать самому высокому уровню оказания помощи. Сейчас в Одинцовской областной больнице работают более 60 врачей-реаниматологов. Многие из них пришли сюда из ведущих столичных клиник.